В 1975 году Рекха заключила контракт на съемки в фильме «Два незнакомца». Это был ее первый фильм с актером Амита Бачаном. Могла ли она знать, что два ранее незнакомых человека скоро станут героями одной из самых знаменитых любовных историй всех времен? К тому времени у актрисы за плечами было несколько неудачных романов, поэтому тактичный, вежливый и интеллигентный Бачан показался ей принцем из сказки. Она сразу начала применять на себе роль новой жены, а Бачан влюбился как мальчишка. Ведь Рекха была настоящей красавицей по сравнению с маленькой невзрачной Джаей. Бачана тяготили отношения с Рекхой, но он был с ней много лет. Подруги предлагали Рекхе родить ребенка от Бачана, но она сказала, что сама выросла без отца и не хочет, чтобы такая участь ждала ее ребенка. В одном из интервью актриса во всем призналась и сказала, что ее любовник никогда не уйдет из семьи, а если и сделает это, она перестанет его уважать. История любви Бачана и Рекхе оборвалась внезапно. Актер получил серьезную травму на съемках и несколько дней пролежал в коме. Когда он пришел в себя, то увидел рядом Джаю. Тогда он сказал, если бы мне пришлось заново прожить жизнь, я бы все равно взял в жены только тебя. Правда, когда Митап попал в больницу из-за травмы, Рекхе очень переживала, она ночью приехала в больницу, но ее не пустили в палату к Митапху, говорят по распоряжению Джаи. Рекхе была унижена. В то время, как пол киностудии Индии была прикована к новостям о здоровье Митапху Джи, Рекхе закатила шумную вечеринку, разослав всем приглашение. Это была ее маленькая месть и способ скрыть свои переживания за жизнь любимого ей человека. О романе своего мужа Джая узнала практически сразу. Отношения трудно было скрывать. Актриса Рекха была близкой подругой Джаи. Сначала Пхадури несерьезно воспринимала интрижку своего мужа, а Митапх старался все время проводить с семьей. Он был отличным отцом и мужем. Джая всегда знала, что он не уйдет из семьи. Однако, когда связь на стороне затянулась, Джая начала волноваться. Масло в огонь подлила мать Бачана, которая всегда относилась к невестке с пренебрежением. Как-то она назвала Рекху младшей невесткой, чем сильно задела Джаю. Последней каплей стала встреча в аэропорту. Джая ждала мужа со съемок, но увидела, что он выходит из самолета под руку с Рекхой. После расставания Рекха стала появляться на пати и презентациях с сундуром на проборе. На вопрос, почему, она ответила шуткой. А разве он мне не идет? Ходят слухи, что она все-таки вышла замуж за своего любимого человека. Поговаривают, что Рекха стала второй женой Амитапха Бачана. Тайно, но стала. У них есть их совместный дом, где они встречаются. Стардиуст пригласил Амитапха и Рекху для фотосессии. На ней присутствовала и Джая. Наблюдая за ходом съемок, Джая вслух заметила, что Рекха держится очень ненатурально. Рекха, услышав это, безутешно расплакалась, а Амитапх принялся ее успокаивать. Где-то в это время начался их роман. Индустрия была шокирована. У Рекхи к тому времени за плечами было несколько неудачных романов. Она была известна своей несдержанностью и истеричностью. В апреле 1975 года, после того, как она поссорилась с Винодом Кханом, она призналась, я ненавижу мужчин, которые разрушили мои детские представления о любви и романтике. Для меня отношения – вид развлечений. Пока они продолжаются, я получаю удовольствие. Когда же все заканчивается, я не оглядываюсь назад. В случае отношений с Бачаном, Рекха, к сожалению, получила больше бессонных ночей, чем удовольствия. Особенно ближе к концу их связи. По иронии судьбы, Рекха и Джая были подругами. Но их дружба, в конце концов, прервалась. По словам Рекхи, из-за безразличия Джаи. Джая, конечно же, знала о связях Митабха и Рекхи. Но изо всех сил старалась не подавать вида. «Я знаю своего мужа», – говорила она. «Что бы ни случилось, я не брошу его. Мой муж – лучший отец, которого только может желать каждый ребенок. Я не могу оставить ребенка без отца. Это было бы ужасно с моей стороны». Рекха очень изменилась. Ее поведение, так же, как и внешний вид, претерпели драматические перемены. Она была спокойней, выдержанней и привлекательней. Хотя Джая выдерживала молчание все время этого периода, она позже высказала Стардиус. «Я не понимаю психологию любовницы. Как может она пасть так низко? Как она может выдержать то, что каждую ночь он идет домой, к жене? Если она не носит его имя и не может быть принято в нормальном обществе, что же она получает из этих отношений? Конечно, каждая любовница воспринимает жену как любовницу, а себя как жену. Что же она думает, что мужчина приходит домой, читая газеты, вместо того, чтобы заниматься любовью с женой? Если она в это верит, то она просто дура. Даже если мужчина говорит ей это. «Зачем же в это верить? Мы взрослые люди, и надо понимать». Отношения между Река и Амитапка продолжались и будто крутились по кругу. Она знала, что он не оставит свою семью. Она знала, что он не может подарить ей ребенка, о котором она мечтала. Он делал свою семью несчастливой и знал об этом. Он также знал, что не сможет оставить одну женщину и принять другую. В декабре 1980 года, накануне выхода легендарного фильма «Любовная связь», Река разоткровенничалась на страницах Стардиус. «Я знаю, что ничего не получаю от этих отношений. Это не важно. Нужно ожидать от человека лишь то, что он может дать. В течение долгих лет я очень полюбила его и также поняла, что мужчина, которого я люблю, к сожалению, является слабым человеком. Он не в состоянии принимать решения. Им управляет то, как другие смотрят на вещи. Но я люблю его, несмотря на все это. Когда мы познакомились, я была очень закомплексована. Он внушал мне все больше и больше уверенности. А сейчас наши роли будто поменялись. Я уверена в себе, а он нет. Будто он стал Рекхой, а я метаббачаном. Люди, особенно близкие друзья, советуют мне родить ребенка. Им легко говорить, но я выросла без отца и знаю, как это тяжело. Если уж так случится, что у меня будет ребенок, я сочту это судьбой. Но я предпочитаю дождаться, пока он сам захочет, чтобы я родила от него ребенка. Когда он будет готов к ответственности, к тому, что когда он будет нужен ребенку, он будет с ним. Раньше я глупо мечтала, что все мы, я, он и Джая, сможем жить вместе и заботиться друг о друге. Это было глупо. И я признаю это. Две женщины никогда не смогут ужиться вместе. Джая не возражала до тех пор, пока считала, что ее муж просто увлекся. Но когда она поняла, что он на самом деле полюбил, она забеспокоилась. Она однажды позвала Рекху на ужин. Они болтали о разных вещах, не касаясь Амита в своих разговорах. Только когда Джая уходила, она сказала Рекхе, «Я никогда не оставлю его, что бы ни случилось». Однажды я наблюдала за всей семьей Бачана на просмотре фильма. Джая сидела в первом ряду, а Амита и его родители сзади нее. «Я смотрела из-за кулис и могла отчетливо видеть ее лицо», — говорит Рекха. «Каждый раз, когда показывали любовные сцены между мной и Амитабхом, у нее в глазах были слезы. Через неделю вся индустрия говорила мне, что Амит сказал своим продюсерам, что больше не будет сниматься со мной. Я спросила его об этом, и он отказался обсуждать эту тему. Я обиделась, и мы поссорились. В то время я снималась в фильме, и вы можете видеть, что во второй половине фильма у меня на пальце нет двух колец, которые он подарил мне. Я раньше не снимала эти кольца даже во сне, а когда мы поссорились, я отправила их ему». «Потом я поняла, что все это не так важно. Наши отношения очень дороги мне, что я не могу жить без него. В каком-то смысле ее запрет сделал наши отношения еще лучше. Мы не могли встречаться и общаться на публике, но даже обменявшись одним взглядом, мы понимали все». «На какой-то церемонии некоторое время назад я прочла строки, которые все приняли насчет Амита, но они на самом деле были предназначены Джае. «Я посмотрела на тебя, но ты отвернулась. Почему? Ты считаешь, что обижена, но разве не видишь, что мне еще хуже? В твоих глазах боль, но разве не видишь ты, что раны в моем сердце еще глубже?» «Наши отношения, наверное, никогда не будут законными, говорит Рекка, потому что я знаю, что если он бросит ее, я потеряю к нему всякое уважение. Если он сможет это сделать, несмотря на то, что она бросила все ради него, то и меня он сможет оставить еще быстрее. Вот почему я не хочу выходить за него замуж и не выйду, даже если он предложит. И вопрос не в том, что есть в Джае, чего нет у меня. Что в Джае есть? Что есть во мне? Я вас спрашиваю». Возможно, это продолжалось бы бесконечно, но решение пришло свыше. Амитабх чуть не умер после ранения на съемках. Он был так близок к смерти, что, наверное, передумал всю свою жизнь в один момент. Первыми его словами, когда он пришел в себя, были к Джае. «Если бы мне пришлось выбирать жену снова, я снова бы выбрал тебя». В 1987 году Рекха сказала, «Жена не выиграла, я вернула ей мужа на золотом блюдце». И эта история, которая продолжалась более декады, закончилась. В 1990 году Джае сказала, «Чтобы моя семья разрушилась, мой муж должен прийти домой и сказать, «Джае, я больше не люблю тебя, я люблю другую женщину. Если этого не случится, мне все равно, что говорят все остальные. А если он делает что-то за моей спиной, то это не моя проблема, а его. Ему придется жить с этим. Это на его совести». Жизнь, как море, которое выбрасывает отношения людей на берег, времени и решает их судьбу. Рекха не догадывается об этом, а Митабх это понял, а Джае знала об этом всегда. Подписывайтесь на канал, не пропустите новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok